Новый сквер вместо зарослей, берег судоходного канала, большой спортивный объект и пешеходные дорожки. Все это будет благоустроено за счет средств, выделенных городу металлургическим заводом Балакова. Приятно поучаствовать в таком мероприятии, значимо не только для города, но и для каждого жителя. То, что мы начинаем делать, я думаю, это только первый этап. Важно, чтобы в нашем городе каждый чувствовал себя комфортно, каждый знал, что есть территории, где приятно провести время с родными и близкими. Первый объект, который решено благоустроить, это сквер возле школы номер 3. Сейчас многие даже и не поймут, где именно там будет зона отдыха. Все потому, что на данном участке заросли и одна единственная дорожка, ведущая к зданию школы. Образовательные учреждения в прошлом году отремонтировали. Рядом обустроили большой спортивный стадион, и эти заросли портят общий вид территории. Еще один объект – набережная судоходного канала. От моста Победы до водного стадиона за счет предприятия вычистят весь берег от поросли. Продолжится и обустройство сквера возле спортивной школы «Олимпик». В прошлом году здесь начали благоустройство химики. Теперь их дело подхватили металлурги. Они обустроят площадку для народного фитнес-парка, создание которого инициировал самый сильный человек страны Вячеслав Максюта. Ну и, конечно, особое внимание уделят тротуарам. Уже проведен мониторинг и составлен список объектов для ремонта. И, конечно, слава благодарности генеральному директору металлургического завода Бабенко Италию Васильевичу и акционеру за активную позицию в рамках социально ответственного бизнеса. Те территории, которые будут благоустроены, они очень значимы для наших жителей. Я думаю, что в ближайшее время мы к этим работам приступим и увидим позитивную составляющую. На перечисленные объекты металлурги направят 50 миллионов рублей. Соглашение о взаимном сотрудничестве подписали генеральный директор МЗ Балакова Виталий Бабенко и глава БМР Сергей Грачев. К работам подрядчики приступят в ближайшее время.